Продолжение следует... И о большом количестве стереотипов, которые сопровождают собой в нашем сегодняшнем восприятии это событие. И вот об этих стереотипах хотелось бы поговорить и, может быть, все-таки помочь разобраться вот в этой ситуации, почему и каким образом совершилось крещение Руси, сколько времени на самом деле этот процесс занял, какова была в нем роль князя Владимира и также и других людей, которые внесли свой такой, ну, немаловажный вклад в случившееся, в это событие. И для того, чтобы, ну, как-то начать с чего-то этот цикл предполагаемых наших с вами бесед, в первую очередь давайте зададимся вопросом, а что же такое та самая Русь, которую князь Владимир крестил? Кто это, собственно говоря, были такие? Что это за государство? Что это за народ? Ну, в нашем сегодняшнем с вами восприятии все как-то очень просто. Ну, кто такой русский? Ну, понятно, ну, русские это мы, славяне. Ну, вот если начать как-то разбираться в этом вопросе, то выяснится, что во времена князя Владимира с этим все было, ну, не так-то уж и просто. Славяне, да, безусловно, славяне были важной частью вот этой самой Руси, но частью далеко не единственной, и, так сказать, в вопросе крещения Руси славяне играли роль важную, но не столь однозначную, как это нам сейчас с вами зачастую может показаться. Итак, кто же, кто же такие были эти Русь? Так вот, ну, на самом деле, конечно, огромное количество есть точек зрения всевозможных на этот вопрос, и я предвижу массу дискуссий, массу гневных комментариев возмущенных зрителей по поводу того, что опять темный, неграмотный, батюшка все переврал, ну, откуда ему вообще что-то по этому вопросу знать, пускай бы лучше занимался своими делами, а не лез в нашу историю, в которой мы на своем диване разбираемся лучше всех. Ну, так сказать, оставим уж подобного рода комментарии и высказывания на совести тех, кто их пишет, ну, а для тех, кому это все-таки интересно, и может быть интересна та трактовка, то изложение, которое я намерен предложить. Скажем следующее, и это будет звучать несколько, может быть, парадоксально. Дело в том, что в X веке, когда князь Владимир крестил Русь, произошел процесс превращения Руси, постепенный процесс, совсем такой еще только, но вот свежий на белую нитку тонкую шитый процесс превращения Руси из профессии в народ. Изначально Русь, русский, это не народ. Русский — это профессия, это образ деятельности. В каком-то отношении, в каком-то смысле, на самом деле, русский — это синоним скандинавского слова «викинг». По сути, Русь означала собой практически то же самое, что вот в соседних скандинавских странах обозначалось вот этим словом «викинг». Опять же, под словом «викинг» зачастую мы понимаем какого-то бородатого, злобного дядьку в рогатом почему-то шлеме, хотя ни одного рогатого шлема археологами обнаружено не было, но был обнаружен, вернее, так сказать, один, но и тот, по всей вероятности, в бою никогда не использовался, а имел какое-то такое ритуальное исключительное значение. Но, тем не менее, обязательно с каким-то топором, бородой, с множеством татуировок и шрамов, что, кстати, исторически на самом деле, видимо, близко было к реальности, который свирепо обрушивается на соседние народы, грабит, торгует, уничтожает, захватывает и ведет, в общем, такую очень веселую такую жизнь, которой, наверное, втайне многие люди завидуют, иначе, так сказать, такие сомнительно с точки зрения художественности и истории поделки типа известного сериала «Викинг» не пользовались бы такой безумной популярностью и таким большим количеством фанатов не обрастали. Видимо, так сказать, за что-то такое живое эта история современного человека задевает, и ему тоже хочется вот какой-то такой агрессивной свободы, которая так живописно показана в этих киношных историях про викингов. На самом деле, викинг – это изначально в скандинавских языках – это просто поход. Это не человек, это процесс. Викинг – это когда кто-то садится в корабль и отправляется в путешествие. Не обязательно с целью кого-то завоевать и грабить, ничего подобного. Первоначальные цели викингов были, в общем-то, достаточно такими скромными и главным образом торговыми. А вот когда и почему викинги превратились в тот образ, который мы знаем по историческим сериалам и историческим источникам, что намного более надежно, это уже, конечно, время намного более позднее. И надо сказать, что изначально викинги не были столь уж прямо агрессивны и не были такой страшной грозой всех окрестных народов, как это вдруг почему-то стало с конца VIII века. Ну, вообще сейчас, как считается, что начало эпохи викингов имеет свою отправную точку, даже точный год называют, 793, когда был впервые разграблен знаменитый, очень важный духовный центр всей Северной Англии, Нортумбрии, Линдисфарский монастырь на одноименном острове Линдисфарн, основанный святым Кадбертом, миссионером, который много потрудился ради обращения диких ангелов и саксов в христианство. И вот это совершенно варварское нападение, в результате которого были похищены многие ценности, убиты монахи достаточно жестоким образом, оно и послужило началом эпохи викингов. Но удивительное дело, откуда же эти викинги взялись? Почему вдруг в 793 году и откуда, каким образом появились эти какие-то сумасшедшие, начали наводить ужас и страх просто на всех окружающих и на даже такие далекие народы, как Рим, Константинополь, пределы Италии, Греции, Ближний Восток, а на самом деле география походов викингов была на самом деле очень такой действительно обширной, вплоть до, естественно, Гибралтара, до Пиренейского полуострова, уж не говоря о более каких-то близких, можно сказать, соседних британских островах Ирландии, эти походы распространялись. Итак, каким же образом все это дело началось? Дело в том, что в основе вот этой самой эпохи викингов главным образом лежало изменение идеологии. И дело в том, что сами вот эти скандинавские моряки и их корабли были хорошо известны и в Англии, и в других частях Северной, и не только Северной Европы, прекрасно и к 793 году. И очень интересно, что современные исследования, раскопки и попытки реконструкции вот той картины, той трагедии, которая совершилась на острове Лендисфарн, они рисуют очень такую парадоксальную ситуацию. Дело в том, что вообще говоря, монастырь сам по себе может быть неприступен, если его обитатели этого захотят. Совершенно очевидно, что они сами запустили эти корабли. То есть корабли вот этих северян, как их называли в Европе, были им хорошо и прекрасно знакомы. Они приходили сюда уже не первый раз, не первый год. Они вели свою торговлю, в том числе с монастырем, и поэтому монастырь так доверчиво и привычно открыл им свои удобные гавани, бухты, свои ворота, не ожидая какого-то удара в спину, какого-то подвоха. Вот такая парадоксальная картина рисуется вот благодаря исторической реконструкции, археологической реконструкции того, что произошло тогда. То есть вот этих викингов знали, прекрасно знали, но знали как вполне мирных и безобидных торговцев. Потому что да, действительно, конечно, во многом эпоха викингов вызвана к жизни причинами политическими и причинами экономическими. То есть одной из важных причин начала эпохи викингов современные исследователи называют то, что, ну, собственно говоря, Скандинавия, как место, где жили вот эти народы, прославившиеся под именем впоследствии северян, норманов и викингов, оно, в общем-то, не всегда изобилует пригодными для земледелия ресурсами. Благодаря этому там была введена такая практика практически повсеместного майората, когда участок передается по наследству не делясь на части, а целиком и полностью переходя к старшему сыну. Ну, поскольку семьи были достаточно многодетными, были еще и вторые, третьи, четвертые, седьмые, а то и десятые сыновья, которые в данном случае оказывались, ну, как бы не у дел. То есть им надо было либо наниматься в батраки у своего же брата, либо искать счастье где-то на стороне. В общем, ресурсов в Скандинавии не хватало. И вот именно вот эту причину большого количества младших сыновей зачастую исследователи называют как такую, едва ли не одну из важнейших экономических причин начала эпохи викингов, как всегда, сводя все ну, к таким чисто земным, что ли, причинно-следственным связям. Да, действительно, в Скандинавии необходимо было заниматься еще чем-то помимо земледелия. И действительно, те викинги, которые отправлялись в свои походы с торговыми и вполне такими в основном мирными целями, они, конечно, на протяжении не одного столетия вынуждены были развивать искусство кораблестроения. Однако дело-то в том, что далеко не из одних, только младших сыновей состояли команды и вообще вот эти все предприятия, в которые отправлялись эти суровые северные хорошо вооруженные бородачи. Можно сказать, что, вообще говоря, викинг с течением времени это такой, в общем, хорошо вооруженный бизнесмен. Это в первую очередь торговец, купец, моряк, который, с одной стороны, прекрасно знает океан, и в этом они чем-то были сходные с арабами, да, вот арабы были такими проводниками и охранниками караванов, состоящих из кораблей пустыни верблюдов, а викинги занимались примерно тем же, но водя караванные торговые пути по просторам морским и водя не верблюдов, а настоящие суда. И надо сказать, что от века к веку, от десятилетия к десятилетию, они эти корабли усовершенствовали. И в какой-то момент стали обладателями действительно быстроходных, очень легких, необычайно удобных в управлении кораблей, которые соединяли такую достаточно легкую осадку, могли использоваться, как суда типа река-море, могли с одинаковой легкостью и пересекать большие морские пространства, и заходить в сравнительно мелкие реки, продвигаться довольно далеко вот по речной системе в глубь материков или каких-то островов. Это было таким несомненным техническим преимуществом викингов, но совершенно на самом деле еще не означало того, что они возьмутся за топоры и обрушат их на головы тех, с кем они вполне себе прекрасно торговали. И никаких причин для того, чтобы вдруг проявить вот такую агрессию в течение нескольких веков не проявляли. Что же заставило вот этих хорошо вооруженных бизнесменов вдруг стать откровенными грабителями и вызвать такую бурю на протяжении нескольких столетий, там чуть ли не трех столетий в истории Европы, когда особое прошение об избавлении от террорум нормонорум, от нормандского ужаса включалось в мирные ктеньи священного римского престола и всех подвластных ему церквей, поскольку христианам как раз таки в первую очередь не было никакого спасения от этих суровых морских пиратов и грабителей, что заставило викингов от вполне мирной торговли обратиться к пиратству, к завоеваниям. И вот здесь мы можем найти ответ, наверное, только один, и он не экономический. Это причина, причина, которая лежит в области духовности и в области идеологии. Дело в том, что наряду с развитием кораблей, которое дало викингам определенное техническое преимущество быстроходства и возможности проникать в самые разные области, и не только морские, но и речные, было еще, конечно, то преимущество, которое сформировалось уже чисто в духовной сфере. В основе эпохи викингов лежит идеология возрождения язычества в его очень древней и агрессивной форме. Дело в том, что религия — это слишком общее понятие. есть религия как совокупность каких-то таких представлений о духовном мире, представлений религиозных, мифологическая система, которая повествует о богах, теогонии, об их происхождении, космогонии, космологии, которые объясняют картину мира. Все это относится к области религии. Религия — это, ну что ли, вот такой вот базис сознания, ментальности, на которой выстраиваются вообще все представления человека на протяжении большей части его истории. А вот на основе религии очень часто возникает то, что с религией путают, возникают религиозные идеологии. Ну, скажем, христианство — это общее понятие для религий, которые включают в себя веру в Бога Отца, веру в Святую Троицу, веру Господа Иисуса Христа и дальнейший, так сказать, ряд каких-то уже духовных практик, представлений, догматической системы и так далее. Все это религия. А, например, папство, Рима католическое, это религиозные идеологии. То есть это ситуация, в которой на фундаменте веры строится определенная система взглядов, побуждающая человека к определенным действиям, служащие мотивацией его поведения. В этом отличие, может быть, которое мы можем дать религиозной идеологии от религии как таковой, от, в принципе, религиозных представлений. И вот надо сказать, что к моменту начала эпохи викингов население Скандинавии уже достаточно долгое время, которое прошло, по крайней мере, с того момента, когда часть этого населения под именем Готтов отправилась покорять пределы бывшей Римской и отчасти даже Византийской империи, оно жило вполне себе мирно, исповедуя свою языческую религию, оно и не стремилось кому-то ее навязать, не стремилось кого-то покорить и завоевать. Земледелец, основываясь на своих религиозных представлениях, возделал почву, сверял с религиозными праздниками свой земледелеческий календарь и абсолютно не испытывал никакого желания взяться за топор и отправиться в какие-то дальние страны для того, чтобы там кого-то грабить и убивать. Нет. Это заставило сделать в северян изменение и появление новой религиозной идеологии. Она не была такой уж новой. Она была скорее повторением вот какого-то такого древнего опыта, очень, видимо, древнего опыта, который лежал в основе скандинавской истории, опыта, в который вошли и такие явления, как боевая магия и объяснение причины и вообще характера человеческой жизни и смерти. Религиозная идеология, она дает человеку ответ на вопрос, ради чего ему имеет смысл умирать прямо сейчас. Вот в отсвете лет. Ради чего нужно убивать и быть убитым. Вот это тот вопрос, который позволяет решить религиозные идеологии и которая делает человека духовно сильным, дает ему определенные духовные преимущества над другими людьми, которые перед собой этого вопроса не ставят. Вот именно такая агрессивная, религиозная, воинская такая идеология сложилась в Скандинавии. И именно она послужила тому, что началась вот эта знаменитая эпоха викингов и началась не с чего-нибудь, а с разорения именно христианского монастыря. Очень не случайно и не просто символично то, что началом эпохи викингов является нападение на, в общем-то, вполне мирный христианский монастырь у берегов Англии. И далее весь путь викингов связан во многом с тем, что они с невероятной яростью, с невероятной ненавистью набрасываются именно на вот такие христианские духовные центры. Уничтожают монашество, уничтожают священников, часто подвергают достаточно жестоким пыткам, грабят монастыри. То есть для них, как ужасаются современники, нет ничего святого. Делают это они с невероятной жестокостью. У одного из норвежских или датских конунгов по имени Эльвир было даже такое характерное прозвище Детолюбец. Почему Детолюбец? Не потому, что он там, не дай бог, был каким-то любителем детей в извращенном смысле, и не потому, что он как-то особенно любил, например, своих детей. Нет, это был варяжский конунг, который дал своим воинам очень странное, непонятное, нехарактерное для них распоряжение. Он запретил им поднимать на копья младенцев вражеских. Поэтому, удивленный, таким странным и неуместным в образе воинского такого вождя поведением и требованиями, его современники, его, так сказать, эта викингская дружина дала ему прозвище Детолюбца или Вера Детолюбца. Вот в таком вот именно виде выразилось это его Детолюбие. Из этого можно заключить, а вообще, просто как такой небольшой черты самого вот такого жестокого характера той языческой идеологии, которую исповедуют ну вот те самые северяне, которые оказались вовлечены вот в этот процесс эпохи викингов. То есть это возрождение такого воинского боевого язычества в самом таком жестоком и агрессивном его виде. Но ведь оно тоже не могло появиться просто так. Что же стало причиной? Дело в том, что, как правило, что заставляет сформироваться какой-то вот подобного рода идеологии? Ну, безусловно, это определенная опасность, в том числе опасность духовная, опасность идеологическая. Именно это заставило достаточно мирного фермера, купца и мореплавателя вдруг сделаться жестоким последователем какой-то новой языческой идеологии. Это был ответ на какую-то идеологию другую. Если мы посмотрим на идеологическую картину Европы того времени, то мы не затруднимся в ответе, в поисках ответа на вопрос, а что же это была за идеология, которая вызвала вот такую жестокую ответную реакцию. А это идеология как раз таки римского папизма. Дело в том, что это как раз таки то время, конец восьмого века, когда идеология римского папства формируется на основе христианства именно как религиозная идеология, как учение о том, что есть один единый лидер, духовный лидер всех христиан, и он обладает полнотую власти как духовной, так и светской. Почему происходит такой процесс с Римно-католической западной церковью? Ну, он тоже происходит не просто так, и вот здесь мы сталкиваемся с некоторыми такими парадоксами истории. Дело в том, что римская церковь оказывается тоже в очень таком сложном положении. Ну, помимо, конечно, в принципе, некоторой такой духовной предпосылки к развитию в римских первосвященниках такой определенной духовной гордыни, которая проявилась еще в втором веке по Рождестве Христовом и даже ранее выразилась и в пасхальных спорах, и в других каких-то разногласиях, которые существовали между западной церковью и другими христианскими церквями Востока, ну, в силу вот такой своей столичности, в силу того, что Рим воспринимался как центр мира, как столица мира, естественно, и его первосвященники, его духовные вожди тоже испытывали соблазн как-то приписать и себе определенное величество за счет вот гордости за то место, которым они духовно руководили. Но в какой-то момент эти амбиции вошли в жесточайшее такое соприкосновение с реальностью. Западная церковь утратила свою политическую независимость. вместе с западной частью Римской империи произошло это под ударами варварских племен, когда на западную часть империи в первую очередь обрушились сначала всевозможные германские племена, готы, вандалы, затем нашествие гуннов, ну, чтобы, так сказать, утомлять перечислениям, скажем, что вот эти все нападения вынудили римского первосвященника остаться один на один со всеми вот этими силами. Ему пришлось оказаться в положении этнарха, когда он пытался сохранить свою власть над определенными территориями и над христианским народом путем тому, что делался лидером не только духовным, но и политическим. И вот так складывается вот это постепенно от века к веку и к седьмому веку и к восьмому веку складывается уже в своей такой достаточно окончательной полноте вот эта идеология римского папства и вполне успешно подчиняет себе многие народы и племена определяет получает свою силу в опоре на недавних язычников выходцев из германских племен всевозможных лонгобардов и так далее которые вынуждены были и сами искать духовного единства в союзе с римской церковью потому что им надо было противостоять внешним врагам и для них как раз таки был необходим такой лидер лидер который повел бы их за собой своим духовным авторитетом и сплотил бы их в отношении политическом что же за беда угрожала германцам а вот здесь один из парадоксов нашей истории это были в первую очередь славяне славяне которые оказались вот на самом может быть уже в этом хвосте этого процесса великого переселения народов и которые ну как предполагают ученые из мест скажем условно современного белорусско-украинского полесия двинулись какими-то несметными ордами захватили огромное пространство некогда восточные и западные европы в которых жили до этого германцы просто задавили их массовостью своих переселений вынуждены были целые группы этих германских племен и народов подниматься со своих мест и искать лучшие доли где-то в местах потеплее к югу и таким образом римский папа и германцы нашли друг друга ну а когда этот духовный политический союз выразился в форме империи франков священной римской империи которые правили сначала мировинги а затем королинги это именно тот самый первый рейх который впоследствии пытался воспроизвести в уже нашей недавней истории некий ефрейтор Адольф Шекельгрубер более известный как Гитлер уже в форме третьего рейха вот здесь рима католическая идеология стала представлять из себя уже реальную политическую силу способную бросить серьезный вызов уже всем окружающим и славянам и неподчинившимся германцам тем племенам которые еще продолжали оставаться в язычестве и железной рукой пронести вот эту идею единого религиозного и политического лидера до самых крайних пределов тогдашнего питаемого мира вот именно в этот момент с духовной реальностью новой христианской идеологии новой идеологической угрозы столкнулись и скандинавы и отчасти наши предки славяне которых также немало проживала проживала на тот момент на территориях бурно развившейся империи франков империи каролингов священной римской империи вот именно появление вот этой достаточно агрессивной идеологии которая захватывает все новые новые народы и действительно подчиняет их себе и своей воле силу огня и меча вызывает резкое неприятие резкое отторжение в том числе среди скандинавов земли которых на ютландском полуострове и в других местах становятся вот постепенно целью захвата франков и их идеологических вождей в ответ на вот эту агрессию идеологическую агрессию формируется новая идеология та идеология которая ляжет в основу эпохи викингов и заставит вполне до какого-то момента ну терпимо относившихся к своим соседям как мы уже говорили хорошо вооруженных бизнесменов вспомнить свои воинские навыки вдохнуть в них новую силу своих обновленных представлениях представления о своих воинственных богах позволило создать вот ту идеологию вальгалы ту идеологию быть воином жить вечно да так сказать и вечно торжествовать с богами ту готовность принять и встретить смерть как праздник которая сделала их в общем настоящим ужасом и страхом для всех окружающих народов можно задаться вопросом какое это имеет отношение к тем самым русам о которых мы с вами говорили самое прямое непосредственное дело в том что в тот момент земли нашего с вами государства изначальные стали как раз таки ареной одного из самых я считаю удачных и масштабных проектов проектов эпохи викингов эпоха викингов на нашей территории на территории которую занимали славянские а на самом деле и не только славянские племена она вот отличалась своим совершенно особенным таким своеобразием особенным характером особенным совершенно масштабом которого наверное эпоха викингов не достигала более нигде здесь появление вот этого особого типа ну участника эпохи викингов который стал называть который стал называться русом привело ну просто таким тектоническим сдвигом истории тогдашней геополитики и в конечном счете духовности религии и идеологии ну о дальнейшем развитии этих событий мы с вами побеседуем уже в следующий раз в нашей следующей беседе внеси внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео оцени 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 Продолжение следует...